Девушка, у вас платное ожидание идет? Угу. Давайте, звоните, звоните. Там никто трубку не бьет. Ну, что делать? Тогда поехали. Куда поехали? Я сказал, я поездку сейчас завершаю у вас. Давайте. Ну, вы меня силой сейчас будете выгонять? Я снимаю. В смысле силой? Ну, я не выйду. Применит какую-то силу, что ли? Нет, мне интересно просто. Я вам полезно прошу, выйдите из машины. Я не выйду. Ну, как не выйдите? Ну, потому что нет причины, по которой вы меня высаживаете. Как нет причины? Вы краситесь в моей машине. В Екатеринбурге таксист отказался везти пассажирку, которая решила в дороге поправить свой макияж. Мужчина остановил такси и потребовал, чтобы девушка перестала краситься или вышла из салона. Что-то у вас упадет сейчас? Это никакое не нарушение. Ну, как это? Салон испачкается? Кто будет запачивать? Это не нарушение? Нет. Ну, как это не нарушение? Нет. Я ничего не замарала, ничего не разлила. Пока не замарали. Я вас все предупредил. Или вы перекращаете краситься, или едем дальше. О новом опыте, полученном при заказе такси, Екатеринбурженко рассказала городскому порталу Е1. По словам девушки, она села на заднее сидение, достала зеркальце, начала замазывать круги под глазами, как обычно, уточнила горожанка. Но таксист, по ее словам, отреагировал на это неадекватно. Вы продолжаете краситься, сидеть. Немножко забываться начинаете. Мне кажется, это вы начинаете забываться. Вы не дома, понимаете? Вы в моей личной машине. Дома краситесь. Я никакой ущерб вашей машине не нанесла. Пока что. А если что-то упадет? Салон замарается. Мне есть кимчистку ехать? Не вами? Правильно? У меня лишних денег нет. В ответ на просьбу пассажирки показать тот пункт правил перевозки, который запрещает использование косметики, таксист стал звонить в службу поддержки агрегатора, но там трубку не брали. И он продолжил отчитывать девушку, которая, по его мнению, оскорбила его тем, что начала прихорашиваться в его присутствии. А вы уважение просто не проявляете? Вы не проявляете уважение клиента. Судья красоты, что ли? А какая вам разница, что я тут делаю в заднем сидении? Это моя машина. Я условно вам говорю, что здесь нельзя делать. Я же не вас вкрашу. Что нельзя делать? По словам пассажирки, водителю все же удалось дозвониться до службы поддержки. На громкой связи ему ответили, что использование косметики допускается в такси, так что никаких нарушений со стороны клиентки они не видят. Однако таксист все равно потребовал завершить поездку, после чего пассажирка вынуждена была выйти из машины. Несмотря на то, что правила перевозки в такси оказались на ее стороне, Екатеринбурженко задумалась, а может быть действительно такая рутинная процедура, как макияж, оскорбляет тех, в присутствии которых она происходит? Да, еще полтора-два века назад использование косметики считалось некой дамской тайной, интимным занятием посвящать в которой мужчин не стоило. Но сегодня, когда мужчины сами порой покупают дамам косметику, когда в салонах красоты, представители обоих полов обслуживаются в одних залах, когда реклама средств ухода за лицом повсюду, в журналах, на ТВ, уличных баннерах, неужели краситься при мужчинах постыдно? Или водитель на самом деле так переживал за марк из салона своей машины? Может, ему не стоит тогда пускать посторонних в свой автомобиль? Спасибо.